СПК «Гигант» Чтобы разобрать тлеющие тюки, понадобилось полдня. Трудились 28 человек и 10 боевых расчетов из Бобруйска и Кировска. Спасти два хранилища с кормом не удалось. К моменту приезда первых подразделений они уже вовсю полыхали. Сотрудники МЧС предотвратили пепелище на третьем складе. Для ликвидации полной данного загорания необходимо ворошить тюки сеном, для чего и привлекалась специальная техника «Амкадор», которая растягивала горящие тюки. И уже затем проливка производилась каждого отдельно участка горящего сена. Местный житель Владимир Самчик признается, спохватился лишь в полшестого утра. Когда из собственного окна увидел горящее поле, сразу не поверил. Кругом стояла дымка и слышался хруст. Я смотрю, дым идет такой, серый. Ветер был красный, ну сюда на улицу. Я смотрю, я сначала не понял, потом вышел на улицу, смотрю, горит. Наверное, кто-то подпалил. В причинах и следствиях разбираются правоохранители. Местные отметили, хранилище не охраняется, пробраться мог кто угодно. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.